Всем привет! Сейчас расскажу вам про такую замечательную библиотеку в Python Requests и зачем она нужна. Допустим, у вас есть задача, нужно делать запросы с помощью Python. К примеру, вы тестируете API, либо создаете какое-то приложение, неважно, либо подключаетесь к другому приложению. Поэтому в Python есть несколько библиотек. Одна из самых популярных это библиотека Requests. Она изначально недоступна, поэтому для того, чтобы ее установить, нужно использовать команду pip install requests. Она у меня уже установлена. Pip это пакетный менеджер по умолчанию. У меня уже, видите, просто установлено, поэтому все загружено. Итак, с помощью этой библиотеки очень легко делать запросы к каким-то внешним сервисам, либо к локальному хосту. Итак, сначала сейчас покажу вам делать запрос request. Просто пишем название библиотеки, либо можно как R, к примеру. Вот так вот. Тогда будем использовать короткую запись R. И тут есть метод request. Это самый первый метод. Что он из себя представляет? Видите, выскакивает подсказка. Тут указывается метод, URL, куда передаем данные и список аргументов необязательный. Обязательно только метод и ссылка, куда будем делать request. Запрос я буду делать на сервис специальный для тестирования запросов. Это httpbin.org. Вот, перехожу на этот сервис. И это, короче, здесь такая тестовая площадка для запросов. К примеру, я буду использовать сейчас, тестировать просто обычный метод get. Вот я беру get. Так, я копирую просто ссылочку на сайт. Копирую, вставляю сюда куриль. И тут нужно указать get. Дальше у меня после выполнения запроса будет дата. Вернется дата данные. Объект такой специальный, с параметрами запроса, которые я сделал. Я вот выполняю запрос. Видите, у меня вернулся код из sponsor 200. Дата содержит большой список всяких методов для того, чтобы посмотреть. Можно либо dir использовать для просмотра метод dir, то есть функцию, либо функцию help. Вот я покажу функцию help. Видите, у меня вернулся такой, то есть пока специальную документацию, грубо говоря, показывает. Рассказывает то, что это типа из sponsor класс и так далее. Список его методов. Я это закрою. В общем, сами посмотрите, если что-то для подробностей. Итак, он возвращает контент. Есть специальное свойство, через которое можно посмотреть, что он вернул. Вот он вернул мне вот такой список параметров. Здесь, как видно, все очень плохо отображается. Для того, чтобы лучше отображалось, можем просто текст использовать свойства. Еще раз делаю запрос. Вот вернулся у меня такой параметр. Это, грубо говоря, просто обычный текст. Я вывел как текст. Можно как джессон выводить через функцию джессон. Вот так можно текст, контент. Но вообще, если для текста обычного, то текст используем. И вот у меня вернулся список параметров. Так вот, как настрой. Вот. Вот здесь аргументы, наши заголовки, IP-шник, с которыми мы делаем запрос, куда делаем запрос и так далее. Для того, чтобы добавить сюда какие-то параметры для отправки, нужно использовать, ну или заголовки, к примеру, отправим заголовки дополнительных headers. headers. Указываем. И сюда передаем какой-то словарик, дикт. К примеру, тест. И вот такое значение отправлю. Делаю запрос. Управняется запрос у меня. headers. Так, так, так. У меня выскочила ошибка. headers. Должен быть строкой. А, да. Вот это вот число нужно тоже строкой отправлять, поэтому оберну его в строку. Цифрки нельзя отправлять. Вот у меня вернулся заголовок. Таким он, вот так, тест и значение. С помощью, как бы, переменной headers и данных у него переданных. Для того, чтобы... Тут можно, кстати, отправить все виды запросов. Post, get, delete, патчи. Также есть более сокращенная запись, к примеру, вот так. Не через request, а просто get. Тогда не нужно указывать метод, потому что сразу указан метод и происходит как бы... И просто ссылку нужно указать. И также параметры можно указать. Я вот так отправляю параметры и так далее. Чтобы какие-то дополнить параметрами, мы можем объявить еще один, к примеру, словарик сейчас. Param test и какое-то значение. Param. Вот так. И сюда указываем переменную парамс, которая граняется моему значению парамс. Вот этому словарику. Делаю запрос. И вот у меня выскочило то, что у меня вот парамс. Видите? Сейчас вот. Вот у меня парамс выскочил. Так параметры добавляются. Также можно отправить на пост. Но это... Тогда ссылочку надо поменять на пост. Для тестируемого сервиса, то есть... И вот у меня вернулось опять аргументы, которые я отправил. Заголовки, данные. Я форм-данные не отправлял никакие. Поэтому у меня тут пусто. Все. И вот видите? Все остальные значения. К примеру, также мы можем скачивать картинки, изображения. Для этого я перейду на сервис. То есть специальные тестовые картинки. Вот. Images. Для этого нам нужно скопировать этот путь. К примеру, будем качать JPEG. Скачаем. Я меняю этот путь на JPEG. И сюда нужно отправить get параметр. И записать это куда-то. Записывать я, к примеру, то есть туда просто... Пока что скрою. Открою файлик. Open. Так. PNG. JPG будет. Потому что у меня JPEG. Открываю файлик в бинарном режиме писать. С файлом. Так. Потом пишу файл. Обычный открытие файла. Data. И сюда нужно не текст передать, а контент. Это вот необработанный данный. Контент. File. Close. Все. Выполняю запрос. У меня запрос выполнен. Если видите, появилась картиночка. Здесь ее... Вот так. Вот. У меня картиночка скачала. Скачалась картиночка. Вот таким вот. Вот так. Дальше. Когда вы делаете запрос, здесь также присутствует, как я говорю, куча других методов. Это может быть контент, куки, заголовки. И так далее. Много там. Это нужно саму угостить, играться в зависимости от задачи. Но самое главное здесь, как бы я думаю, показал. Также вот на этом сервисе, если хотите, посмотрите. Тут есть... Можете поиграться с другими методами. В общем-то он поддерживает все методы. И очень удобная такая вещь, Эквест. Вообще незаменимая в веб-разработке. Это даже в Data Science, я думаю, используют. Там есть какие-то свои, как бы, типа. Я видел для скачивания каких-то данных, таблиц целых. В Pandas, если не ошибаюсь, есть. Ну вот, а сегодня я вам, думаю, показал кратко, как с помощью Эквеста это можно все обрабатывать. Также мы можем, к примеру, захотеть вернуть все в формате JSON. JSON, тогда я сейчас поменяю обратный путь на get. И сейчас покажу. Так, вот get у меня будет, JSON. У меня в JSON вернется данные. Вот у меня вернулся JSON. Это является уже, как бы, dict. Сейчас у меня my dict. Пусть будет так. Теперь у меня dictionary. Дикшеные, если я посмотрю тип данных, это будет у меня dictionary. Видите, у меня dict. Это у меня уже dictionary. Короче, можете превращать данные как угодно. И получается у нас запись такая довольно короткая, легкая понимание вот этого библиотека. Как бы, она мне вот намного больше нравится, в общем, чем какая-нибудь в других языках для работы более удобно. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok